это день города в студии максим васильев здравствуйте главная тема дня братская помощь в рязанской областной детской библиотеке стартовал второй сбор книг и подарков для ребят из херсонской области и синтетика и прикурсоры рязанские силовики накрыли очередные нарко лаборатории время вдохновения экспозиция в выставочном зале художественного музея собрала 200 работ рязанской областной детской библиотеке стартовал уже вторую по счету благодворительный сбор книг добро и радость в августе этого года библиотеку удалось собрать 4000 книг все они отправились в херсонскую область книги констовары и детские игрушки акция добро и радость в рязанской областной детской библиотеке только стартовала они равнодушные рязанцы уже несут и несут подарки для детей херсонской области в приоритете конечно литература по истории россии произведение школьной программы а также сказки былины и научно-популярные издания для разных возрастов акция добро и радость это сбор книг и констоваров для библиотеку херсонской области проходит уже второй раз первый раз прошла успешно мы очень довольны и получили отклики из херсонской области мы собрали 4000 книг адресованы взрослым детям мы собрали констовары приняли участие 29 организаций и нас поддержали многие детские сады в благотворительном марафоне принимают участие и деятели культуры среди них прозаика поэтесса ирина иванникова а также и пестова вдова советского писателя анатолия митяева не пропустил сбор и нурислан ибрагимов как и в прошлый раз сегодня он принес и свои авторские издания с автографом особенно художественная литература которая всегда была мерилом ценности и каким-то смысловым направительным движением в обществе поэтому для меня вот это дело сакральное наши рязанские писатели они тоже ежегодно издают книги издают книги очень интересные очень редкие и я подумал что поскольку нынешнее время характеризуется тем что тиражи очень сильно уменьшились и книги часто не попадает даже библиотеки вот родного города в котором мы живем а тем более вот значит это будет ценный подарок для наших коллег в херсонской области которые наверняка будут рады таким подарком организаторы благотворительной акции приглашают принять участие всех кто хочет поделиться добром и радостью принести книги и подарки для детей новых территорий нашей страны можно до 1 декабря в рязанской областной детской библиотеки будут рады всем кристина бочкарева дмитрий ефимов телекомпания город а это новость для тех кто обычно билеты на пригородные поезда приобретает онлайн теперь покупка билетов в приложении цппк стала доступна пассажирам рязанской области цппк крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний россии на 37 станциях и остановочных пунктах участка рязань 1 сасова появилась возможность оформить проездной документ онлайн пассажир получит уже активированный билет которым необходимо только предъявить контролеру в поезде или на платформе как заявляют компании цитата участок между рязанью 1 и сасова выбран не случайно им пользуется треть всего пассажиропотока рязанской области а это порядка 800 тысяч пассажиров в год с появлением функции оформления билета в мобильном приложении им теперь будет не обязательно покупать их кассах или у разъездных кассиров теперь можно приобрести билет заранее а на станции сразу пройти салон поезда ежедневное количество пользователей приложения примерно 200 тысяч человек сразу несколько дел о хранении наркотиков попало на стол к полицейским ассортимент велик наберется с полцентнера и растительного зелья и синтетики подробности далее все эти пробирки контейнеры им производные нашли в частных домах скопинского района одного мифедрона здесь 50 кило плюс буквально тонны прекурсоров специального оборудования и химических реагентов о таком улове сообщили в региональном уфсб в ведомстве поделились что организовал такое производство столичный житель а непосредственно производством и расфасовкой занимались гости из ближнего зарубежья им кстати грозит от 15 до 20 лет лишения свободы организатору учитывая что у него есть непогашенная судимость за аналогичное преступление до пожизненного по сравнению с прошлой лаборатории человек на этой фотографии выглядит очень даже скромно это уже другой эпизод на снимке житель села глебова ему 54 года а перед ним 316 граммов марихуаны сельчанин признался что заготавливал на зиму запас наркотиков александроневском районе где когда-то проживал часть он спрятал сгоревшие постройки в своем родном селе а часть перевез на новые адресы жительства полицейские выехали в александроневский район и дополнительно обнаружили в указанном месте 976 граммов такого же вещества согласно результату проведенных экспертиз в кцио мвд в общей сложности из незаконного оборота было изъято 1 килограмм 293 грамма марихуаны задержали мужчину сотрудники унк сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье незаконное приобретение транспортировка и хранение наркотических средств в крупном размере максимальный срок до 10 лет в рязанской исправительной колонии номер 5 пресекли попытку передачи наркотиков зелья прятали в одном из пакетов при детальном досмотре одной из посылок оперативники совместно с сотрудниками отдела безопасности колонии обратили внимание на сухофрукты вещество внешне схожее с наркотическим было обнаружено в инжире как показала экспертиза начинкой оказался гашиш всего было изъято более 32 граммов наркотика по данному факту возбуждено уголовное дело продолжается проверка партнер программы день города выставка продажа икра и рыба камчатская в рязани у торгового центра премьер до 5 ноября включительно не пропустите в последний день октября в выставочном зале художественного музея открылась ежегодная отчетная выставка рязанского отделения союза художников россии с лаконичным названием осень представлены работы действующих членов союза художников а также авторов несостоящих в творческих союзах но представивших произведения достаточно высокого уровня почти 200 работ от сотни авторов и все на осеннюю тему традиционная экспозиция знакомит с различными видами искусства в которых работают художники региона живопись графика скульптура народное искусство а также декоративно прикладное искусство в экспозиции как работы признанных мастеров так и молодых авторов осень время вдохновения потому и работ много в основном пейзажи узнаваемые места но в интерпретации художественных взглядов мастеров осенние натюрморты тоже наделены особой красотой красотой увядания на выставке планируется провести ряд мероприятий знакомящих рязанцев и гостей города с творчеством региональной организации союза художников это встречи с художниками мастер-классы лекции квесты и экскурсии и даже в этот огромный зал не вошли все экспонаты которые художники региона заявили к участию в выставке поэтому в планах выпустить целый каталог осень 2023 чавыча нерка палту стунец белуга белорыбец а также натуральная икра это кстати гордость продаж ее считают по-настоящему царским угощением здесь она продается на развес к слову именно на этой выставке икру и любую другую рыбу можно попробовать прийти сюда может человек с любыми вкусами и пожеланиями чавыча нерка палту стунец белуга белорыбец а также натуральная икра это кстати гордость продаж ее считают по-настоящему царским угощением здесь она продается на развес к слову именно на этой выставке икру и любую другую рыбу можно попробовать прийти сюда может человек с любыми вкусами и желаниями рыбку купила чабыча и корочки по чуть-чуть всего всегда беру цена была подешевле еще бы вот такой пакет набрал купила икры витамин омега пожилых наверное полезно когда приезжают по-немножкам чабычу белорыбец она очень нравится сейчас это не взяла взяла другое попробую в продуктах с камчатки нет консервантов все свежее и натуральное в ассортименте в торговой точке есть и королева лососевых чавыча эта рыба богата на витамины и микроэлементы которые поддерживают мозговую деятельность и работу сердечно-сосудистой системы а чудный запах рыбы от приготовления на натуральном сырье кори дуба и ольхи а также яблоневых ветках радует всех покупателей на выставке продажи также можно будет приобрести икру самого свежего вылова рыбка на ярмарке икра и рыба камчатская что называется на любой вкус и кошелек успеть приобрести к столу рыбку горячего и холодного копчения можно у торгового центра премьер рядом с центральным входом до 5 ноября включительно выставка продажи икра и рыба камчатская ждет вас резкое потепление в последний день октября вовсе не случайно по словам синоптиков почти половина ноября будет теплым и даже солнечным месяц который принято считать самым мрачным и капризным не перестает удивлять 1 ноября православные отмечают перенесение мощей преподобного иоанна рыльского святого почитаемого в качестве покровителя народа болгарского мальчик служил пастухом затем поступил послушником в один из близлежащих монастырей где научился читать и писать стал изучать богословские книги через некоторое время он принял иноческий постриг и уединился в лесу поселившись всплетенные с хвороста хижине однажды на его жилище напали разбойники и иоанн был вынужден переселиться в пещеру где прожил 12 лет творя молитвы и соблюдая пост в конце концов слава преподобным распространилась по свету и к нему начали приходить больные ища у него исцеления вокруг пещеры иоанна стали селиться паломники искавшие уединение и здесь возник монастырь спустя 30 лет после кончины мощи святого были обнаружены нетленными на руси в иванов день провожали осень и встречали зиму с этого времени начинались настоящие морозы кто в ноябре не зябнет тому и в крещенскую стужу не замерзнуть приговаривали люди наблюдали также за погодой если шел снег и было холодно то и весну следовало ждать позднюю холодную если случалась оттепель следующая весна обещала быть теплой существовало поверье что на ивана баламутит конюшиной домовой треплет гривы кобылам подымает на дыбы жеребцов путь груден коню запряженному труден говорили люди и давали лошадям отдохнуть а вот курам было не до веселья в этот день их принято было резать и готовить из нежного мяса разные яства стол украшали жареной курицей лапшой на курином бульоне курниками однако в этом году ноябрь вовсе не похож на месяц поворотный к зиме с первого дня погода солнечная и воздух прогрелся до 16 местами даже до 20 градусов тепла впрочем такая погода продлится еще некоторое время считают синоптики чуть холоднее в праздничные выходные около 10 градусов а вот следующая рабочая неделя также ознаменуется тем что столбики поползут вверх 15 градусной отметки тепло и ночами до 7 градусов осадки кратковременные большую часть теплых дней будет светить солнце делая непохожим на себя самого мрачный ноябрь на этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте 3w город 62.tv на наших страничках в соцсетях всего доброго удачи удачи а